Девочки, мы идём в Зару. Вон она, красавица. Значит, я смотрю на витрине очень красивое платье и костюм из такого градуировано-жёлтого с голубым цветом ткани. Вот это платье прямо мне очень интересно. Хотелось бы примерить, если будет мой размер. Ну, я не очень люблю вот это на одно плечо, потому что я не люблю заморачиваться с бретельками для для обескалцев. Вот. Мне просто лень. Я предпочитаю носить что-то, ну, как бы легко носить. Ну что, пойдёмте сделаем обзор. Я надеюсь, что музыка нас не распугает. Смотрите, какое платьице блестящее. Хорошенькое. Почём оно? 65 долларов. Коротенькое для девочек молодых. Я сорока сразу уцепилась за блестящее. И тут же сумочка такая же блестящая. 80 долларов. Сделано под Праду. Фасончик, по-моему. И единственное, что вот плетёная такая с чего-то. По-моему, с бумаги. Так, ну, леопард. Всё, всё, всё. Леопард, леопард, леопард везде. Леопард и блёстки. Посмотрите вот на этот топ. Он такой вязанный, из такой паутинки. Вот они висят. Юбки тоже с люрексом. Юбка белая. А что такое у нас... Вот, кстати, юбка белая. Юбки белые я примеряю в последнее время постоянно. Так, 45 долларов он стоит. А что у нас такое всё с блеском? У нас какие-то... У нас какое-то событие на носу. Что-то происходит. Или просто блёстки в моде. Ой, смотрите, какие там два дядечки. Я потом вам их увеличу. Они какие-то буддистские монахи. Что же, интересно, они здесь покупают в Заре. Вот удивительно. Мне так неудобно их снимать. Ну, вот, смотри. Надо же, кого только здесь не встретишь. В Заре. Они с какой-то женщиной. Наверное, это их какая-то родственница. Так, платье, платье. Смотрите, какое красивое платье. Сарафан. Вот с такими пластиковыми. Или деревяшки. Нет, пластик. Флиссированный такой сарафан. За горло схвачен. Вот это американская пройма. Много хлопка, много полосок. А что у нас из новых украшений? По-моему... Вы знаете, ведь совсем скоро уже распродажа. И я не думаю, что у них уже есть много новинок. Но вот это мы не видели. Это два колье. Ой. Одно из... Одно из... Так, одно сделано из стекла. И второе сделано из ткани. Стекляшечка. Не камушки, стекло. И второе сделано из ткани с металлом. Очень тяжелый. Очень тяжелый, очень тяжелый браслет. Тяжелый металл. Ну, может быть, вот это вот и какие-то, какие-то камушки, типа... Кораллы. Ну, скорее всего, что нет. А вот это вот, сам браслет, он сделан на резинке. Очень тяжелый. Очень тяжелый. Прямо ужасно. Ну, красивый. Вот так. Эти бусы мы с вами... Вот эти бусы мы с вами видели. Уже смотрели. Это пластиковый стекло. Это ультрамодные вот эти пояса. Беревки, которые вошли в моду в прошлом сезоне. И до сих пор их много. Есть вот такие черные с золотом. Есть просто вот такие кожаные коричневая кожа. Есть белые такие. Вы знаете, совсем скоро уже будут распродажи. Я даже думаю, что когда это видео выйдет, уже будут распродажи. Это у нас последнее видео перед распродажей. Так, здесь тоже, по-моему, эти жемчуга мы видели. Вот практически нет ничего нового. Потому что распродажа на носу. И они уже особо с украшением. Во всяком случае, новых... И вообще нету много новых вещей. Потому что распродажа. Ну, вот я вижу эти платья. Я вижу, что их только две штуки. Я думаю, что они маленького размера. Так. Оно и сзади как-то интересно сделано. Смол. И экстра смол. Так что нам не судьба с вами его примерить. Потому что я ни одно, ни другое на себя не натяну. А вот смотрите, какое интересное платье. Почем оно? За 100 долларов. Будет здорово, если я найду свой размер. Вот это медиум. Но он не такой уж и маленький. Если бы я нашла ларш, было лучше. Костюм этот, но мне не хочется его примерять. Мне кажется, вот платье было интересное. Есть вернее. Но нет размера. Раскупил. Так, блестящая маечка. Много маечек. Ну, что сказать вам, девушки. Я не вижу такого много чего-то, чего мы еще там не обозревали с вами. Просто дело в том, что мы не все примеряли из того, что я видела раньше в магазине. А вот новое я вижу. По-моему, вот эту пряжку мы видели уже. Вот эти пояса. Вот кораллы как будто бы. Но это, конечно, не кораллы. А пластмасса. Почем они? О, 55 долларов. Дорого, конечно, для пластика. И вот эти бусы. Я сегодня очень похожа. Здесь сейчас я посмотрю, с чего. Так, из пластика все. Но стоят они 55 долларов. Довольно дорого для пластика. Хотя они, конечно, очень красивые. Очень эффектные. В общем, короче, девочки. Какое красивое платье. Что за размер? Экстра смол. Это очень обидно. Да. И это красивая такая сетка. Под Паку Рабана. Тоже экстра смол. Ну, короче. Пойду я что-то искать. Мало-мало новых вещей. Я так понимаю, что все сейчас готовятся к распродаже. Поэтому ничего особо нового не вывешивает. Но я надеюсь, что я все-таки найду, что примерить. Увидимся с вами в примерочной. Так, друзья мои. Вы с вами в примерочной. В Заре. В самой моей любимой большой примерочной. Я сегодня буду выходить из зоны комфорта. Меня просили выйти из зоны комфорта. Я решила, что я таки этим займусь. У меня сегодня много брюк. По-моему, одно платье. Много брючных костюмов. Таких интересных. Знаете, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Один вот с таким жилетом. Я бы была мне какой-то топ принести. А то я сейчас буду сверкать своими сисяндрами. Второй вот такой вот костюм. Розовые брюки. И вот такой вот тоже жилет без бретелек. Ну и так по мелочам. Вот такой топик интересный. Прям мне он очень понравился. Ну, в общем, посмотрю. Платье вот это волосатое я взяла. Будем сейчас примерять. Там был еще шикарный белый комбинезон. Я совсем хотела выйти из зоны комфорта в нем. Но в медиум я боялась, что все-таки... Как бы я думаю, что в медиум я не влезу. Так, на мне сегодня старое-старое-престарое платье из Зары. Ему очень много лет. Я, по-моему, где-то говорила или писала уже. Я не помню, что у меня сейчас роман с моими старыми платьями, которые я вытащила из-за кромов. И периодически радостно в них влезаю. И понимаю, что оно мне стало мало. А сейчас снова на мне оно хорошо как раз. Я обещаю вам записать видео про мое похудение. Может быть, уже записала. Я не знаю, когда я выложу это. Поэтому, возможно, что оно уже будет. Или стрим сделаю, или видео запишу. Я не так уж много похудела. Девочки, килограммов на 5-6. Но для меня это много. Потому что у меня всего там было 62. Вот сейчас вру. Уже было 64. Поэтому я кинулась худеть. Последнее время. Не так сказать, перед похудением. У меня был вес 64. Меня так испугало, что я села вот на... Решила заняться похудением. Короче, платье очень старое. Но это платье из висковы, кстати. Которое никогда не выйдет из моды. У него прекрасный силуэт. Очень элегантный. Очень такой... Немножко в стиле New Look... Нет, Dior. Немножко в стиле 50-60-х. Все, девочки, давайте примерять. У нас красного много и розового. Сегодня будут совершенно чубовые примерки. Поехали. Волосатое платье, девочки. Размер large. Американская пройма. Тоненькая-тоненькая бретелька. Я очень люблю такие платья. Но, в общем, нужно лифчик без галтера, без бретелек. Мой с. И поэтому я их просто опустила. И вот здесь довольно низко вырезана эта пройма. То есть надо смотреть белье, чтобы было. Так, очень длинная. Опять, широкое длинное платье. Мы в моем видео про кос обсудили в комментариях эту проблему. Что очень длинные, очень широкие. Но это не очень широкое, но оно довольно такое широкое платье. С ним проблема, допустим, идти по лестнице. Вы представляете, вы поднимаетесь по лестнице. Это я еще с каблуками. Вот это вот все у вас под ногами. Или в машине вы садитесь. Вот это все надо вот так вот поднять, закрутить, завернуть. Это очень неудобно. Но само платье красивое. Слушайте, длину можно отрезать. То есть длина лучше длинная, чем короткая. Ну, в смысле, в платье короткое, это как бы вообще очень относительное понятие. Но в брюках, например, короткие брюки это плохо. А длинные можно отрезать. И то же самое с этим платьем. Ну, в принципе, можно отрезать. Или так носить. Тогда на курорт. Вот я тоже писала тогда, что вот такие длинные платья я могу носить на курорт. В резорт, на Карибы, например. Там, где никуда не надо ходить. Просто вот спустился вниз из номера на лифте и вышел. И тут вам рестораны вечером, и концерты, и представления. И никуда в машину садиться не надо. По лестницам тоже особенно ходить не надо. Поэтому вот вполне можно такое платье на курорт в отпуск. Очень интересная ткань. И действительно такая вот отпускная. Мне кажется, что это очень классно. Платье классное. Ничего не могу сказать. Мне оно нравится. Достаточно широкое. Но не такое, как в косу, там, где прямо метра-метра витражи. Так, состав платья. 85 вискоза, остальной полиамид. И подкладка 100% синтетика, что, конечно, не очень хорошо. Стоит оно 100 долларов. Вот его номер, размер ларчный. Вот такая вот ткань прикольная, правда? Он прям же совершенно курортно-летний роман. Классно. Смешное такое. Интересное. Необычное. Вот такой комплект. Белый топ и белый хлопок-алилен. Вышитые руки. Это вышивка. Это не рисунок на ткани. Знаете, очень расслабленный летний. Прикольный комплект. Я сейчас ближе стану. Вот у меня плохой вид. Вот такая вот, как почти что из морлевки. Вот такой вот топ с широким низом, большим вырезом. Вот с таким вот рукавом. И вот такие вот брюки с высокой посадкой, на высокой посадке. Высокая талия. Очень удобные и комфортные. Ну, я где-то сейчас, знаете, между размерами выхожу. Слажки мне чуть-чуть великоват. Ну, в принципе, нормально. А медиум еще, конечно, маленький. Так, чуть-чуть. Как бы лишку. Вот так они выглядят, если заправить этот топ. Высокая посадка. Очень удобные брюки, карманы. Очень красиво сделаны. Хорошая длина. Идеальная для меня. Потому что мне ничего не надо отрезать. Тем более, что внизу видите рисунок. Это жалко будет отрезать. Ну, и на девушку высокую это размер. Это длина где-то... Это длина 7-8, по-моему, называется. Ну, в общем, они такие укороченные пилоты. Даже на мне они укороченные. Но, опять же, на девушек высоких это будет... Вот примерно, я думаю, что где-то вот такая вот длина. Вот так. Я думаю, да? Она мне вот такой вот методем, а не сюдема. Хотя мне, в принципе, нравится. Я люблю такие длинные штаны. Сидят красиво. Кофта эта тоже сидит хорошо. Ну как, она большая. Это large. Но я не хотела брать medium, потому что, мне кажется, она должна быть вот такая вот свободная. Очень расслабленная летняя. Такое, летний лук. Вы знаете, что? Вы знаете, что? Написано, что это полиэстер. Ну, какой же это полиэстер? Не знаю. Если это полиэстер, то я тогда не знаю вообще. Но по цене, да, 55-56 долларов. Может быть, и полиэстер. Хотя у них и хлопок бывает такой. Мне кажется, что что-то... Что-то здесь не то. Размер large. Вот его номер. 56 долларов. Здесь так хорошо сделано. Видите, как аккуратненько все сделано. Такая тква. Послушайте. Ну какой же это полиэстер. Хотя сейчас все бывает. Здесь на рукаве тоже вот такая же отделка. Длинняя. Очень милая кофточка. Так, смотрите. Я примеряю вот такой топ. Можно было бы побольше взять размер, но не было. Это медиа-бум. Он не подходит к этим брюкам, но у меня нету к нему... У меня есть розовые брюки и красные. Может быть, можно было бы с ними помириться. Не подумали. Это такая, знаете, смешной такой трикотажный жилетик. И внизу как будто бы подкладка с таким, знаете, необработанным краем. Видите, там внизу подкладка. И везде как бы торчат эти куски необработанного края. Это очень интересная вещь. Я очень люблю такие необычные. Единственное, что он, конечно, мне маловато. Мидиум надо. Или с другими брюками какими-то надо. Или с другой юфой. Но цвет такой интересный. Зеленый яблочный. Цвет зеленого яблока. Мне нравится оно. Очень. Но я бы взяла размерчик побольше. Потому что мне кажется, что он должен быть как-то пообъем. Может и нет. Знаете, этот топ имеет очень интересный состав. Подкладка. У него льняная 100%. А вот сам топ сделан вискоза, лен и чуть-чуть полиэстер. В основном вискоза, льна немножко и полиэстер. Ну, вот нитки, конечно, это специально такой необработанный край. Стоит он 65 долларов. Я примеряла размер медиум. Вот его номер. Но дело вот в чем я хочу сказать. Я хочу сказать, что лен будет очень сильно сыпаться. Вот такой необработанный, стопроцентный лен. Меня немножко это смущает. Это прикольная, прикольная идея. Это очень интересная идея. Но мне кажется, что лен необработанный. Он даже сейчас прям высыпается, эти нитки. Чуть дернешься, и оно тут все убегает. Я бы, конечно, все это пообрезала, чтобы оно было такое необработанное. Но не слишком лохматое. Ну, вот я не знаю, как стирка после стирки, как это будет выглядеть, честно говоря. Меня вот это смущает немножко. Состав брюк. 80% вискоза и 20 лен, если я не путаю. Или 80% хлопок. Вот я уже точно не помню, если честно. Накладывала сверху озвучку, потому что там была музыка громкая. Поэтому, может быть, я ошиблась в составе. Я не помню его хорошо. Расцветка такая, знаете, даже не бело-синяя, а кремово-синяя расцветка. Фон брюки сами такого кремового цвета. А вышивка синяя. Очень красивая вышивка. И вот видите, если их укорачивать, то это не очень удобно, потому что внизу действительно рисунок. То есть вышивка так сделана, что жалко будет просто отрезать. И вот я хотела показать, что низ брюк очень хорошо оформлен. Ни шов не шов, а вот именно как будто ручная отделка. В красных брюках, кстати, то же самое. И в других вот розовых брюках, которые я принесла, тоже вот такая же отделка внизу. То есть подложена очень хорошо профессионально, не швом, а вот именно как будто бы вручную. Я, кстати, стала обращать на это внимание и заметила, что во многих вещах в Заре так обработан низ. Так, смотрите, какой костюм. Это прямо очень для меня выход из зоны комфорта. Я никогда не покупаю такие вещи. Очень редко их примеряю, но сегодня вот решила. Значит, на мое удивление, жилет ларч мне маловато все-таки. А брюки ларч мне великоваты чуть-чуть. И, конечно, длинные, довольно длинные. Но, вы знаете, костюм очень красивый. Но я думаю, что... Я просто, знаете, какой я взяла разный? Может, я взяла миди? Нет, это ларч. Дело в том, что экстра ларч, наверное, мне был бы хорош. Если он вообще существует в природе. Да, есть экстра ларч. Но я бы побоялась его брать, потому что я боюсь, что вот здесь он мне будет большой. Потому что все-таки такая вещь, она должна сидеть плотно, потому что иначе он с вас просто упадет. В самую неподходящую минуту. Цвет такой, знаете, розовый, но не розовый, яркий такой, не барбикор, а такой розовый, очень такой нежный, интеллигентный. Что вам сказать? Это очень красиво, это очень нарядно. Знаете, давайте я вот здесь расстегну одну пуговицу. Ох, и вздохнула. Он очень красиво так вот лежит по фигуре, но, опять же, размерчик мне как-то... Пуговички тянут, размерчик маловато. Мне бы надо было больше, наверное. А брюки вот чуть-чуть как бы... Ну, в общем, это не видно по ощущениям, они как-то на мне болтаются, плюс очень длинные. Значит, внизу брючина вот такая, немножко клёшная. Ну, конечно, мне надо было бы откоротить ее. Ну, это красиво, девочки, это красиво. Но, честно говоря, вот реально мне такое носить особенно некуда. Потому что он, в общем, нарядный, светлый. Опять же, на крот шаг, это такая, знаете, синтетика с подкладкой. Ну, как и карибы, это можно упариться. Ну, вот для людей, для которых, так сказать, их лайфстайл позволяет носить такие вещи, плюс еще цвет. Вы знаете, я сейчас померю красный там брючный у меня костюм. Мне кажется, что там он как бы с бретельками, ну, вот нет вот этого вот выреза открытого. Мне кажется, что красный как-то даже цвет яркий, но он из-за фасонов будет более такой носибельный. А вот этот, конечно, вот этот фасончик, знаете, это хорошо, на свадьбу, например. Если вас пригласили на свадьбу, и вы гость на свадьбе, то это вот вполне такой подходящий наряд для похода на свадьбу. Вот так вот он выглядит. Я наступаю на брюки, мне безумно их жалко, потому что они очень светлые. Я прям себя неровко чувствую. Ну, вот выглядит он вот так. Ну, красиво. Это очень красиво, очень нарядно. Ну, вот за счет вот этого выреза, всего цвета, еще фасончик. Конечно, это очень элегантно, очень красиво и интересно. Так, значит, состав топа. 20% вискоза, все остальное полиэстер или что-то такое. И подкладка, вы знаете, 100% ацетат называется. Стоит он не очень дорого, хотя в нем, что тут стоит дорого, значит, 70 долларов. Размер Larch, вот его номер. Видите, есть и экстраларш, мне было бы лучше. Ну, вот такой вот жилет. Какой он, что в нем сзади? Ой, сзади в нем ничего. Просто вот такой вот отрезанный. Палом я вижу. Короче, сзади он совершенно обыкновенный. Сделан на руках. Красивая вещь. Не очень дорогая, но, в принципе, нормально. Ну, на определенный выход случай. Ну, и, значит, брюки тот же состав, где этикетка от них. Ага, вот. Сколько они стоят? 65 долларов, тоже размер Larch. Вот его номер. То есть, вот этот костюм не очень дорогой. Хотя сделан неплохо. Ну, ткань такая, синтетика, конечно. Ну, такие брюки, как бы это такой фасон. Они всегда сделают из синтетики, но там какая-то есть все-таки чуть-чуть вискоза. У меня такое ощущение, что они из разной ткани, только цвет одинаковый. Или мне кажется. Ну, в общем, короче. Да, в общем, вот такая вот, вот такой костюмчик. Девочки, что вам сказать? Это очень красиво. Это тоже размер Larch. Ну, этот жилет мне идеально подходит. Брюки. Ну, в принципе, тоже нормально. Как-то они, те как-то розовые, посвободнее будут. Ну, длина. Значит, вот они, видите, сбоку-то у них разрезик небольшой. Конечно, если бы они у них были по длине нормальные, то выглядел бы... А то я как, знаете, как это... Как будто в чужие мамины брюки влезло, и вот они у меня поволочатся по земле. Короче, как будто ребенок. Да, я надел матерые штаны. Ну, в общем, короче, жилет очень красивый. Он очень красиво сделан. Такой цвет яркий, красивый, красный прям. Бусы мои и обувь прям в тему. Total красный у меня сегодня получился. Очень красивый жилет. Он реально очень красиво сидит. Здесь есть внутренние пуговицы. Можно полностью застегнуть. Я не стала. Я застегнула только одну сверху, чтобы он как бы не распахивался. И чтобы он сидел хорошо. Вот здесь вот внутри он как бы, видите, вот уходит. Внутрь туда. И здесь вот есть пуговица, на которую можно застегнуть. А здесь петля. Чтобы он лучше лежал, чтобы не было никаких вот этих... В общем, очень красиво девочки. Это просто очень красиво. Мне очень это нравится. Но, опять же, это нарядно. Это менее, скажем так, нарядно, чем розовый костюм, я бы сказала. Но тоже довольно нарядно. Вот такой красный брючный костюм, летний с жилетом. Это очень элегантно. Это очень ярко. Вы не останетесь незамеченные в нем. При этом он как бы строгий. Потому что жилет такой, как строгий, как будто бы строгий жакет. Красивый, очень квадратный вырез. Но он не очень глубокий. То есть вот все в нем нормально, никаких, ничего не торчит, ничего не вылезает. Не слишком глубокий вырез. Очень красиво лежит по фигуре. Подчеркивает все достоинства ваши. И мне он очень нравится. Так, значит, состав ткани тоже 23 вискоза. Все остальное синтетика. И подкладка 100% от стат. 80 долларов он стоит. Вот его номер. И это размер large. И вот то, что я говорила, что видите, здесь внутри есть петли. И внутри же есть две пуговицы. То есть вот здесь сверху можно застегнуть вот так раз и два. Чтобы он лучше сидел и не расходился. Ну и вот эти вот пуговицы здесь. Красивый. Красивый костюм стоит 80 долларов. Ну, как бы не так уж и страшно. Не очень дорого. И брюки тоже 65. Не страшно дорогие. Размер large. Вот его номеры. Вы знаете, тоже очень... Мне кажется, это какой-то немножко другой состав. Давайте-ка я проверю. Я в розовом не проверила. Мне кажется, что здесь брюки немножко из другого. Нет, такой же состав. 23 вискоза, все остальное там полиэстер, полиамид, еще что-то. В общем, короче, в них нет карманов этих брюков. В розовых здесь были карманы, а в этих нету. И это очень неплохо. Я люблю карманы, брюки. Вот. Низ у них вот такой у нас внизу. Сделана вот такая вот как шлица. Ну, как я уже говорила, видите, низ подогнут, подложат и подшив. Вот как бы вручную как будто. Ну, я понимаю, что это не вручную, но нету строчки. В принципе, это хорошо. Вот, вот такой костюмчик. Так, девочки, ну вот такие у нас с вами были сегодня примерки. Вы знаете, что? Мне казалось, что я несу так много вещей, а на самом деле не так много получилось. Потому что вот два костюма, это как бы четыре вещи, но они идут как одна, как одна вещь, как примерка. Потому что это один костюм. Розовый и красный момент. Вот. Ну, в общем, короче, мы готовимся к распродаже. Я думаю, что когда выйдет это видео, уже будет распродажа, будет уже в зале. Просто я немножко заранее вперед снимаю. Сейчас у нас середина июня, где-то в конце июня у нас начинается распродажа. В общем, в Канаде, да? Ну, в общем, вот такие у нас сегодня были примерки. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Я буду очень благодарна, если вы подпишетесь и поставите мне лайк. Если вам понравилось мое видео, если не понравилось, поставьте дизлайк. Ну, что делать? Я не долго, чтобы всем нравится. Так что я вас понимаю это очень спокойно. Все. Всех люблю, целую. Всем пока. Всем привет из Канады. Из Зары. Пока.